Три, два, один, пуск! Световое шоу и синхронное нажатие на красные кнопки. Новый цех гальванического производства торжественно открыт. Долго мы строили этот корпус, эту гальванику, и слава богу, мы все-таки завершили его. И я хочу всех поздравить весь коллектив с этим замечательным событием. Берегите то, что создано. Наслаждайтесь той культурой производства, теми технологиями, тем оборудованием, которое на сегодняшний день доступно. Давайте сделаем так, чтобы этот цех был загружен, чтобы качество продукции оставалось на самом высоком уровне. Новый корпус обеспечит безопасной работой 165 действующих сотрудников. Ранее Ивана Захарова приходилось трудиться в старом цехе. Основные манипуляции главный специалист гальванического производства совершал вручную. Теперь оборудование полностью автоматизировано. Это небольшое для нас чудо, потому что очень много нового и свежего оборудования, которое будет намного удобнее. Ванны, которые сделали более удобно, то есть с помощью манипулятора, когда человек не будет нырять прямо в саму изъемкость, он будет непосредственно только работать с роботом. Помимо того, цех модернизирован по последним мировым экологическим стандартам качества. Оборудование проходит цикличную стадию обеззараживания. Это чем-то похоже на циркуляцию жидкости в обычном аквапарке. Одна и та же вода используется в оборотном цикле несколько раз. Раньше мы могли обрабатывать в сутки 12-13 тысяч позиций номенклатурных. Здесь 15-16 тысяч и то не предел. Здесь есть локальные замкнутые очистные сооружения, что соответствует передовым экологическим стандартам. Сточные воды больше не загрязняют атмосферу и водоемы. Их очистка происходит механическим путем без простоя основного оборудования. В создании цеха площадью свыше 11 тысяч квадратных метров инвестировали почти 3 миллиона рублей. Открывать новые производственные объекты для УДК Кузнецов – добрая традиция. Только в этом году на предприятии было введено в эксплуатацию три новых цеха. В ближайшее время здесь планируют открыть новый склад горюче-смазочных материалов для испытания двигателей. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.